Всем привет! Меня зовут Сергей Головин, и сегодня я хотел бы поделиться с вами своим небольшим опытом по работе с гитарными плагинами. Дело в том, что ученики, которые приходят ко мне, играют через усилитель и реальный кабинет, а мне приходится играть в карту. Чтобы совсем не сойти с ума от разницы в тембре из большого кабинета и из маленьких мониторов, я со временем нарулил более-менее приемлемый звук, где, в общем-то, разница в тембре, во всяком случае, восприятие тембра через мониторы не столь велика. Среди великого множества я остановился на двух замечательных плагинах, это BIOS и Torpedo Wall of Sound, где, естественно, BIOS это усилитель, а Torpedo это кабинет. Давайте послушаем, как это всё звучит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Основимся подробнее на секции усилителя, который я рулил на основе усилителя Mark II C+, во всяком случае, разработчики нам всячески на это намекают. Пройдёмся по основным характеристикам и я отмечу самые важные, на мой взгляд, моменты. В секции преампа наиболее важной для меня является ручка Distortion. Она кардинально меняет звук и, в общем-то, если вы хотите более жирный звук, естественно, ставьте на максимум, и если хотите более рафинированный, то где-то на середину. Меньше середины, конкретно вот в хай-ене, я смысла особо ставить не вижу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вы видите, очень сильно меняется звук, и на сегодняшний день я хочу поставить ручку так и ничего, и больше не трогать. Лампу я здесь не меняю. В общем-то, BIOS немножечко подкрутил. Ну, собственно говоря, много было изменений, но каких конкретно я уже сегодня не помню. Дальше идёт эквалайзер, по аналогии с усилителем Mark II C+. Ну, это больше был эксперимент, и, честно говоря, можно было оставить без него и нарулить остальные элементы цепочки просто немножко по-другому, но я изначально его оставил, и он сработал, в принципе. Тонстэк я всегда оставляю либо British Modern, либо British Crunch. Иногда ставлю American Thread Plate. Остальные как-то не совсем я понял пока ещё, но, возможно, со временем буду использовать и другие. Секция усилителя мощности. Здесь также есть ручка Distortion по аналогии с преампом, но так как она находится в секции усилителя мощности, в общем-то, она меняет звук более кардинально, но работает примерно так же. Выходные лампы усилителя. Я использую EL34, какие же, собственно, ещё можно использовать. Но, на самом деле, иногда ещё 6L6, но в данном случае EL34 звучат замечательно. Дальше две ручки. Вот эти вот ручки, я их как-то ставил на слух и больше не трогал, особо не врубаясь, что они конкретно делают. Presence и Resonate. Очень важные ручки в биосе. По сути, Presence меняет структуру звука кардинально, то есть это не только песок, который вы сверху можете навернуть на звук, но это и изменение в целом тембрового окраса. Обратите внимание именно на середину. Попробуем покрутить ручку Resonate. Resonate это, по сути, низ. Если вам не хватает такого низкого придыхания в звуке, то можете использовать. Хотя не только низ. Не только низ. Послушайте, как звучат именно нижние ноты. Они становятся более такие раздутые, но главное с этим не переборщить. Трансформер. В данном случае, что касается компрессора, я ничего в этом особо не понимаю, поэтому настраиваю исключительно на слух, как, по сути, всё остальное. В этом и есть мой подход. Я всегда руководствуюсь слухом и, к сожалению, не силён в теоретической части. Это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, очень плохо. Трансформатор Fat Style. Я его редко использую, но он, в данном случае, очень хорошо сработал. И замыкает цепочку эквалайзер, на котором я, по сути, всего лишь скрутил лишний верх, потому что он слишком сыпал. Кстати, хотел обратить ваше внимание на тему того, что разница в звуке двух гитар здесь колоссально слышна, на мой взгляд. Некоторые говорят, что в процессоре не слышно разницы в звуке, но здесь вопрос в том, что кто чем слушает, по большому счёту. Вот, значит, одна гитара. И вторая. Всегда старайтесь слушать не только тембр или частотную характеристику, потому что, когда вы используете импульсы, естественно, это будет очень похоже, а слушайте именно структуру перегруза, зерно. Это очень важные вещи. В общем-то. Давайте теперь поговорим о кабинет эмуляции. Так как я использую железную торпеду Live, большую часть времени, да практически всегда, я использую только кабинеты уже давно, не использую никакие сторонние. И большинство своих звуков я накрутил именно с помощью кабинета Engel Vintage 30. В железной торпеде у нас есть возможность использовать только один кабинет и микрофон, ну, соответственно, одна ячейка в плагине торпеды Wall of Sun, который, кстати, бесплатный. Вы можете использовать кабинетов столько, сколько вам нужно, и, соответственно, комбинации микрофонов и так далее. У меня два микрофона. Это ленточный 160 и динамический 57. Что за что отвечает? Ленточный у нас это нижняя середина, низ и довольно такой закрытый верх. 57-й это песок. Именно здесь я и, в общем-то, регулирую соотношение, в общем-то, основы звука и верхних частот. Если мне нужно больше песка, я просто добавляю 57-й. Если мне нужно больше низа и плотности, я его убавляю. И, собственно, всё. Теперь давайте поговорим об эффектах. Так как мы находимся в Cubase, мы, по сути, можем использовать любой роутинг в пределах разумного, естественно. И, в первую очередь, использовать вместо инсертов сэнды для таких эффектов, как дилей, хорус, ревер. Давайте посмотрим на дилей. Я использую просто замечательнейший плагин FabFilter Timeless 2. Просто монстрообразный дилей, который настраивается очень-очень гибко, имеет, по сути, два канала, фильтры, кучу модуляций, если вам это нужно. Разобраться в этом составит огромную сложность. Во всяком случае, я очень поверхностно освоил этот плагин. Но, тем не менее, пока под своей задачей мне этого хватает. Субтитры сделал DimaTorzok Уровень дилея вы можете регулировать уже громкостью самого, в общем-то, FX канала. Также вы можете дополнительно обработать его чем угодно. Очень-очень гибкие, получается, у нас варианты. И так как это стерео, вы, естественно, раскидываете дилей по разным каналам. И получается, что в центре звучит ничем не обработанная гитара, а по бокам дилей. Дилей можно сделать столько, сколько вам нужно, и он не будет мешаться. Далее, следующий важный эффект, который я использую, это даблер. По сути, это хорус. Хорус, и он мне включен всегда. Единственное, что иногда я могу добавить чуть больше, иногда чуть меньше. Но мне этот эффект чрезвычайно нравится. Теперь поговорим о чистом звуке. Чистый звук у меня базируется полностью на плагине BIOS. Здесь я использую сторонний импульс от One Hammer и усилитель у нас Fender Blackface, судя по всему. Я также здесь изменил практически каждую возможную настройку. Можете посмотреть это. Комментировать я ничего не буду, потому что ничего не помню, как я это все настраивал, так как настраивал все на слух. Вот как раз на чистом звуке эти ручки типа Distortion и так далее, они делают звук более раздутым и более широким по диапазону. Он начинает позже перегружаться. Что мне, кстати, не нравилось во многих процессорах, которые я использовал. Чистый звук очень тяжело было нарулить. Он либо начинал сразу перегружаться на входе, либо еще страшнее на выходе. В этом плагине таких проблем нет. Чистый звук можно нарулить очень-очень большой. Я использую различные эффекты. Для начала постобработка. Это те же самые дилей и даблер. На чистом звуке еще здорово использовать ревер. В качестве ревера я использую UAD-овский ревер. Он идет и работает на картах Universal Audio. И мне он очень нравится. Так как ревер это довольно ресурсоемкий плагин, в общем-то я использую UAD. И он действительно очень клевый. Очень длинный хвост. Но при этом самого ревера я накручиваю немножко. Даже слегка поменьше. Эффекты перед усилителем. В первую очередь это компрессор и хорус. Я попробовал демо-версию UAD-овского хоруса. Roland Dimension D, который эмулирует железку легендарную. И это просто потрясающий хорус. Давайте послушаем, как это все вместе звучит. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Практически незаметный хорус. Его на самом деле довольно много, но при этом не так много, как могло бы быть. Но он очень-очень-очень хорошо вписывается в контекст. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Надо будет еще поработать с входным-входным сигналом. Еще несколько моментов, которые я хотел бы уточнить. В общем-то, мое мнение на данный момент. Любой процессор современный, по сути, является компьютером, который не отвлекается на какие-либо другие задачи и все свои ресурсы, в общем-то, использует для того, чтобы обрабатывать гитарный звук. Современные плагины очень хорошо выполняют свою задачу. И многие музыканты используют компьютеры для живых выступлений. В том числе и я. Сегодняшние звуки, которые я вам показывал, я пробовал и вживую. Естественно, что-то поменял под большие порталы. Но, тем не менее, звучало прилично. И с задержкой, в общем-то, как и в любом другом случае, можно бороться с помощью ушных мониторов. Если вы используете ушные мониторы, то к программной задержке физическая задержка практически не прибавляется, потому что у вас наушники. Что касается того, что зависает, не зависает, да, в общем-то, компьютер может зависнуть, но у меня вживую еще ни разу не завис. Если у вас мощный компьютер, то, к правилу, этого и не случится. Если вы хотите подстраховаться, используйте два компьютера, синхронизировав их между собой. Это каким-то образом можно сделать. Далее, еще по поводу звука, в общем-то, плагинов и процессоров. Что касается тру-не-тру, лампа-не-лампа, на мой взгляд, ничего не лампа из этого всего. И, как бы, вот гоняться за этим я вообще не советовал. Просто сделайте тот звук, который вам нравится, который вас не раздражает. И самое важное, помните, что играть вам будет удобнее, скорее всего, то, к чему вы привыкли. Если вы используете, допустим, MaxFX, и привыкли к его специфическому звучанию, вам будет нравиться его звук. Если вы, допустим, когда-нибудь от него избавитесь и перейдете на плагины, либо на другие варианты, вы привыкнете и к этому звуку со временем. И, возможно, звучание MaxFX вам уже не покажется таким прекрасным. Все это дело привычки. Наши уши привыкают, подстраиваются, и, в общем-то, нам нужно же как-то существовать в этом мире. Также помните, что ваше звучание, в первую очередь, зависит от того, как вы играете, от вашего инструмента, от качества вашего инструмента и от качества вашей карты. И, естественно, контроля звучания. На этом у меня всё. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Пока. Субтитры подогнал «Симон»